Апелляция футбольного клуба «Ростов» на отмену красной карточки защитников команды номер 7 Еременко. В данном эпизоде мы видим безрассудные действия игрока в желтой форме, который, тем не менее, имел возможность сыграть мяч и не действовал агрессивно или грубо. Мы не видим продавливающего движения ногой или какой-либо другой грубости в действиях защитника. Поэтому решение экспертной комиссии – желтая карточка. В данном эпизоде в результате единоборства нападающего футбольного клуба «Спартак» защитника «Краснодара» игрок номер 19 «Спартака» рукой отталкивает защитника, вследствие чего получает преимущество и забивает гол. Мнение экспертной комиссии – гол защитно-ношибочно. В данном эпизоде мы видим ошибочное решение арбитра об отмене гола в результате борьбы защитника с нападающим. На экране мы видим обоюдную борьбу с использованием рук за выбор позиций при выполнении штрафного удара. В этом случае следует продолжить игру, учитывая, что футбол – это контактный вид спорта, в котором допустима честная спортивная борьба. В данном эпизоде матча, произошедшем на 23-й минуте матча «Локомотив» Поттер, судья ошибочно не вынес желтую карточку игроку номер 2 в зеленой форме. В действиях игрока мы видим отмашку соперника рукой в лицо. Тем не менее, его действия не носили грубый или агрессивный характер, и руки не использовались как оружие. Данный эпизод следует рассматривать как срыв перспективной атаки, потому что есть значительное расстояние до ворот, и игрок номер 69, партнер-защитника нарушившего правила, имеет возможность вмешаться в развитие игрового эпизода. Решение экспертной комиссии – желтая карточка. В данном эпизоде судья принял правильное решение, назначив 11-метровый удар ворота футбольного клуба «Рута». На экране мы видим борьбу нападающего с защитником, в результате которой защитник в первой фазе играет плечом в мяч, затем локтем, который находится в неестественном положении, инициирует контакт с мячом, тем самым увеличивая объем или площадь тела. Решение судьи следует признать правильным.